Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева. Сегодня у нас в гостях Константин Степин, офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту. Здравствуйте! Добрый день! Константин Александрович, вот насколько популярна сейчас служба по контракту? Служба по контракту среди молодежи и также среди граждан Российской Федерации очень популярна в вооруженных силах, потому что молодые люди в первую очередь хотят связать свою жизнь с вооруженными силами и получить опыт и профессионализм, которым обучают в вооруженных силах, а также в войсках. Какое специальное образование нужно для человека, который хочет пойти на службу по контракту? Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту, гражданин может даже поступить с девятью классами, от девяти классов и выше. Также граждане могут поступить на военную службу по контракту, который имеет среднепрофессиональное образование и высшее образование, взамен военной службы по призыву. Для этого им не нужно проходить военную службу по призыву, а сразу после окончания учебного заведения прийти к нам и подать заявление о поступлении на военную службу по контракту. Какие требования молодым людям предъявляются? Требования для того, чтобы поступить на военслужбу контракта, это, во-первых, в состоянии здоровья. Человек должен по медицинским показаниям быть либо годен к военслужбе, либо годен к военслужбе с незначительными ограничениями. Также он при поступлении на военслужбу контракта проходит профессиональный психологический отбор, где подразделяется на четыре категории. Первая категория, вторая, третья и четвертая. Граждане, которые отнесли к четвертой категории профотбора, они не могут поступить на военслужбу контракта. А граждане, которые с первой по третьей категории, они также поступают на военслужбу контракта. Третья – это по уровню образования, как мы сейчас с вами разговаривали. Четвертая – это по физическим показаниям. Ну и остальные все критерии, которые прописаны в федеральном законе, это уже мы по месту общения с кандидатом, который приходит к нам на пункт отбора, мы ему рассказываем и какие документы он должен предъявить. Все подробно описываем. Какой возраст у этих людей должен быть? Чтобы поступить на военслужбу контракту и заключить первый контракт, гражданин должен быть в возрасте от 18 лет до 40. В 40 лет уже гражданин не может заключить первый контракт. А если человек ранее проходил военслужбу контракту, он может заключить новый контракт до 50 лет. Куда, как правило, люди отправляются служить? Есть ли у них возможности выбора? Да, вот вы сказали сейчас «отправляют служить». Их не отправляют служить, человек приходит к нам и сам выбирает себе место службы. Он может выбрать также город Рязань, либо Рязанская область. Также может от Калининграда до Владиостока выбрать себе место прохождения военнослужбы. Это, как говорится, военнослужба по контракту – это добровольная служба. И в первую очередь учитывается желание человека, где он хочет проходить военнослужбу. Либо в воздушно-десантных войсках, либо в сухопутных войсках, либо на Северном флоте, Балтийский флот, ВМФ. Это все мы учитываем при общении с кандидатом. А как правило, на какой срок заключается контракт? Первый контракт заключается на срок 2, либо 3 года по выбору гражданина. Он также может выбрать на 2 года, чтобы быстрее контракт закончился, и новый контракт заключить, либо на 3 года. Это уже непосредственно сам человек решает. В последующем новый контракт заключается после того, как он 2 года служил, либо 3 года. Он также новый контракт заключает. Он может заключить контракт сроком на 1 год, 3, 5 лет, либо 10 лет. Либо до предельного возраста пребывания на военнослужбе по контракту. А какие-то привилегии есть у людей, которые служат по контракту? Конечно. Военнослужащий – это имеется особый статус военнослужащего. У него все социальные гарантии. Это и медицинское обеспечение, и вещевое обеспечение. Также пенсионное обеспечение. У нас, вы знаете, военнослужащие ранее, чем другие граждане, выходят на пенсию. Для этого нужно прослужить на военной службе минимум 20 календарных лет. Либо же 20 лет со льготными условиями. По здоровью какие требования подъявляются к этим людям? По здоровью гражданин должен быть либо годен к военнослужбе, значит, у него право выбора есть в любые виды и рода войск. Также в ВДВ, в ВМФ, либо же годен с незначительными ограничениями. Для этих людей уже в ВДВ и в ВМФ, в плац состав, дорога закрыта. А медкомиссии, они проходят здесь, в Рязанской области, да? Конечно, да. Они проходят две медкомиссии при вступлении на военнослужбу по контракту. Первая – это по месту регистрации, либо в городе Кассиево, в Скопине. А вторая, заключительная – это на Островского, на сборном пункте, окончательно медицинская комиссия. Далее, как ведется с ними работать? То есть они какую-то подготовку проходят или нет? После того, как мы оформили личное дело человека, подали его в проект приказа, от секретаря, заместитель министра обороны, приходит приказ о его назначении. После этого мы его отправляем в войска, где он заключает контракт с командиром войсковой части. И после этого, в течение трех месяцев, это испытательный срок у человека, он проходит курс молодого бойца. Его обучают необходимым навыкам по своей должности, на которой он назначен, и всем необходимым другим критериям. А могут ли рязанцы, которые отслужили срочную службу, заключить контракт и отправиться на службу по контракту? Конечно. Любой человек, который по медицинским показателям годен к военной службе, также по уровню образования, по физическим показаниям, любой человек, любой гражданин нашей России, и также житель города Рязани и Рязанской области, может поступить на военную службу по контракту. Надбор идет круглый год? Да. Мы ежедневно работаем с понедельника по пятницу. Мы находимся на улице Фрунс, дом 27. С 9 утра до 18 часов вечера приходите к нам, и мы проконсультируем. Также можете позвонить нам по номеру телефона в любой доступности. Он есть в соцсетях, также в браузере, в любом. Вы найдете его. Как много желающих отправиться на службу по контракту? В среднем в год где-то человек 350-400 уходит на военную службу по контракту. Сейчас, на данный день, у нас уже 180 человек заключили контракт в вооруженных силах Российской Федерации, в разных войсковых частях, в разных точках нашей страны. Как решается вопрос с жильем для контрактников? Человек, который заключает контракт и уезжает за пределы города Рязани, может обеспечиваться служебным жилым помещением. Например, если вы будете проходить у нас службу по контракту в городе Рязани, а сами с области прописаны, то вам через определенный момент, в течение трех месяцев, как вы поступили на военную службу по контракту, выдадут служебное помещение. Сейчас большой, наверное, видели на Михайловском шоссе, отстроили так называемый военный городок, где всем военнослужащим по контракту выдают отдельную квартиру. Если у вас даже состав семьи один человек, вы один военнослужащий, то вы будете обеспечены однокомнатной квартирой. Уже с ремонтом, там не газовая плита, а электрическая плита, санузел и все необходимое там есть. Также еще хотелось бы сказать то, что при заключении нового контракта, если человек заключил контракт на два года, отслужил контракт, при заключении нового контракта он может стать участником военно-капитной потечной системы. В течение второго контракта, когда он служит три года еще, это уже будет у него пять лет контракта. Через пять лет он может воспользоваться стартовым своим счетом, который накапливается у него на лицовом счете индивидуально. В среднем где-то за эти три года у человека накапливается 800 тысяч рублей. И сейчас плюс банк дает где-то 2 миллиона 200 тысяч рублей. И в среднем за три миллиона может человек в любой точке страны приобрести себе жилое помещение. Также он может на эти деньги построить себе жилой дом. То есть зарплата... Зарплата... Да, зарплата также он... У нас не зарплата, а денежное довольство. Он также ежемесячно получает, у него ничего не вычитает банк, за него выплачивает все Министерство обороны. Но для этого человек должен служить в вооруженных силах 20 календарных лет. Тогда оно точно уже жилье, собственность перейдет. А так только ипотека. Правильно я понимаю? Ну это... Тем, кто же хочет. Это ипотека по-русски, да. А если вы, например, увольняетесь в вооруженных силах, то либо в обычную ипотеку это все переводите, и сами уже из своего кармана будете выплачивать. Получаете зарплату 30 тысяч, будете выплачивать 15 тысяч рублей, например, за ипотеку. А так вы проходите военную службу по контракту, получаете свои 35-40 тысяч, и за вас Министерство обороны еще выплачивает эту ипотеку. Это хороший подспорь, да, для молодых людей, которые уже, вот, например, если он закручивает в 19 лет контракт, о прохождении военной службы, и уже в 25 лет он может жить в своей собственной квартире. Так что на этой замечательной ноте будем с вами прощаться. В гостях в программе «Городские встречи» был Константин Степин, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту. Спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова